Миллионы людей планируют приехать в Москву и погулять в знаменитом сквере у Большого театра. Кто-то мечтает достать билеты на премьеру, кто-то не пропускает ни одного спектакля и мечтает заполучить автографы любимых артистов, но есть люди, у которых главная цель в жизни – ходить в это здание каждый день через служебный вход. Вот там, третий подъезд. Вот ты пришла, вот так, блин, смотри, теперь у тебя есть поворот, теперь вот ты кладешь руку вместе с… Теперь есть аккорд на это, пам, да, блин, вот рука кладется, а нога идет. Такого поклонники Николая Цискоридзе на сцене не увидят. Он танцует женскую партию в фрагменте балета «Корсар» в точности до па, разве что на пуанты не встает. Педагог-мужчина у балерины – это редкость в балетном мире, но Николай хотел, чтобы эта девочка танцевала под его руководством. Вот идет ронг, пум, вот идет ронг. Посмотри, во время, когда наклоняется паше, я ей даю пальчик. Теперь у меня палец, и дальше рука. С одаренной девушкой из Воронежа его познакомила сама Екатерина Максимова. Великая балерина присмотрела ученицу для себя, но не успела передать юной танцовщице свое мастерство. После смерти Максимовой Цискоридзе, до чрезвычайности занятой в десятках спектаклей, предложила Анжелине Воронцовой стать его единственной ученицей. Их первое знакомство состоялось на конкурсе «Арабеск» в Перми. После вручения всех премий я подошла к нему сфотографироваться, потому что звезда мирового масштаба. Это было очень значимо, что он присутствовал на этом конкурсе. И он мне сказал, что девочка, тебе нужно учиться в Московской академии хореографии. Анжелина пришла в балет в 6 лет. Почти случайно. Девочка родилась в семье медиков. Роскошных данных хватило не только на танцы, но и на художественную гимнастику. Но, став мастером спорта, Воронцова снова пришла в танцкласс. Анжелина спортсменка. Для нее чем больше трудностей, тем ей интересней. И она никогда не боится. Никогда ничего не боялась вообще. Педагоги сразу увидели. В Воронежском балете новая звездочка. Но будет ли она такой же яркой среди других профессионалов? Девочку решили возить по конкурсам. Но поначалу деньги было сложно собрать даже на дорогу. Мама наскребла деньги на бензин. Мы с мужем сели на машину. Я Анжелину одела во все свои пачки, во все короны. Все сделали и отправились на конкурс. Медаль и звание лауреата международного конкурса присуждается Воронцовой Анжелине «Россия-Воронеж». Вручает Владимир Васильев. После окончания Московской академии хореографии Анжелине не пришлось искать место, как некоторым ее сокурсникам. В Большом ее уже ждал Соскоридзе и ведущие партии. Она пришла уже в театр с тремя золотыми медалями. Три золотые медали. И, конечно, ей сразу дали роли. В главном театре Анжелину ждала еще одна важная встреча. С первым солистом балета Павлом Дмитриченко. Сейчас молодые люди впервые репетируют в паре. Хорошо. В отличие от Анжелины, Павлу, что называется, на роду было написано прийти в балет. Отец и мать, солисты ансамбля Игоря Моисеева буквально насильно забрали мальчика с футбольного поля и привели в хореографическую школу. Меня мама отвела в училище балетное. Сказала, я тебе, говорит, куплю шоколадку «Марс». А тогда только-только появился «Марс». А ты, говорит, сделай то, что тебя попросит. Ну, вот я пришел, попрыгал, там носочки вытянул. И в итоге я не по своей воле попал в училище в балетное. После Академии хореографии приглашение в театр, но в «Корде балет». Свой первый выход на сцену в балете «Чаполина» артист вспоминает со смехом. Я тогда очень ответственно отнесся к этому балету. Я прям прочитал все ли про это. А сейчас я понимаю, конечно, что такой балет не настолько серьезный. Павел признается, думал потанцевать год-другой и оставить сцену. Но педагог Василий Ворохопко предложил выучить главную партию в балете Шостаковича «Золотой век». Говорит, давай попробуем подготовить главную партию ведущую и покажем Юрию Николаевичу Кригоровичу. Я понял, что это единственный шанс вырваться из «Корде балета». Мы подготовили эту партию на кассете, на видео Юрия Николаевича показали. И я получил ведущую партию. Потом был «Спартак» и Абдрахман в Раймонде. Нынешний педагог Павла считает, что главную партию молодому человеку еще предстоит исполнить. Он очень хороший «Спартак», очень хороший «Спартак». Но вот Иван Грозный, мне кажется, может стать для него партией, партией жизни, как я называю. Потому что это очень яркая, самобытная партия. Нужен и драматический талант, и физика незаурядная. Самое главное в театре – это такие моменты, когда с тобой находится история, легенда. То есть вот это самое лучшее. Не то, сколько ты это натанцевал, наработал, набрал и так далее. А вот именно вот эти вот маленькие моменты, которые остаются в твоей памяти на всю жизнь, которые ты можешь рассказывать своим детям. Хотелось бы, конечно, больше выходить и готовить ведущих партий. У нас готово «Лебединое озеро», которое нам, к сожалению, пока не дают. Хотя она исполняет в концертах блистательно. Черное ПДД. Причем, что, знаете, в каждом, вот в каждой арии, допустим, оперной, есть ноты, которые обязательно. Также и в каждом балетном исполнении есть верхние ноты, так скажем, которые очень сложно исполнить. Вот Лина, могу смело сказать, делает самый сложный вариант, который есть вот в «Лебединое озеро». Поколение легенд сменяет поколение надежд, чтобы уже через несколько сезонов стать хранителями традиций классического русского балета. Он врывается на сцену, сливаясь с действием и правит им. «Летучая мышь» в постановке самого молодого оперного режиссера Василия Бархатова идет в большом, с успехом, величину которого, увы, определили критики, а не название театра. Аперетту ругались за несвойственное для легкого жанра глубокомыслие и своеобразную трактовку. Оборачивается и понимается, что надо что-то говорить. И начинает эту чушность. Понял. В этот момент, когда было с ним непросто, большой театр, он как бы взял на себя ответственность за этот продукт. Большинство менеджеров, наверное, и театральных компаний, они бы выставили виноватым режиссера или художника. Сказал, что, знаете, еще не знаю, что происходило. Вот пришел, поставил. Ну, кошмар какой-то, правда, ребят. Но это все он. Разделив с режиссером художественную ответственность за каждую ноту и слово, большой доказал, на сцене достойный продукт. За качество ручается весь коллектив. Мне здесь было очень комфортно работать, потому что весь коллектив, он работает на твою премьеру. Да, вот они знают, что есть премьера «Летучие мыши», и весь театр работает на это. И ты можешь зайти в любой кабинет и что-то попросить или посоветоваться. И все знают, что вот сейчас, в данном случае, у нас происходит выпуск «Летучая мышь». Надо представиться какой-то официарем, там, знакомству и так далее, союз Большого Театра. Вот это ощущение, оно еще, наверное, не до конца мною осознанно, потому что театр с такой историей, театр с такими традициями, он настолько велик, что для того, чтобы понять, осмыслить то, что ты являешься частью вот этой истории, наверное, это нужно больше времени, нежели чем 4 года. В Москву заслуженного артиста Азербайджана пригласила Галина Вишневская. Она же посоветовала ему прослушаться в оперную труппу Большого Театра. Сейчас это все кажется каким-то сном, какой-то загадкой, каким-то чудом, но в какой-то момент я понял, что да, есть приказ, и я солист Большого Театра, и это безумно приятное ощущение. На первый спектакль с участием Азизова пришла и сама Галина Вишневская. Первый раз, конечно, это было, ну как, это было, прозвенел звонок, и когда прозвенел третий звонок, сердце начало биться вот приблизительно в таком же темпе, как он сейчас звенел. После Иоланты были ключевые партии в Пиковой Даме, Царской Невесте, Кармен, Летучие Мыши, но с каждым выходом на сцену Ильчин все отчетливо понимает. Чем больше поешь, тем больше понимаешь, сколько еще нужно сделать, сколько еще над собой нужно работать, сколько еще нужно ковыряться в драматургии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я приехала без особой надежды на то, что меня возьмут, потому что, во-первых, без опыта, маленькая еще студентка, но, видите, повезло безумно. Услышав голос ученицы Гнесинского училища, жюри во главе с руководителем оперной труппы Маквала и Касрашвили, что называется, закрыли глаза на юный возраст певицы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Впрочем, у колоратурных сопрано карьера начинается несколько раньше, чем у обладательниц более низких голосов. Анна получила роль Нанетты, Фальстаффи, Джузеппе Верди. Ощущение от того, что я маленькая, совсем еще неопытная, имею право, могу работать на одной сцене с великой певицей, с потрясающим дирижером. В общем, если все это вместе собрать, то те ощущения, которые я получаю в театре, до сих пор ощущения несравнимы совершенно ни с какой радостью, поскольку это гордость за то, что меня ценят в этом театре, гордость за то, что меня любят и продолжают со мной сотрудничать. Магия присутствовала. Все равно выходишь на сцену, во-первых, ощущение себя маленькой, огромного зала, тысячи глаз. Это все вместе, это сумасшествие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда я была молодая, я спокойнее выходила на сцену. Вот с возрастом, то ли в мир ответственности, чувство ответственности возросло, но я гораздо больше волнуюсь. Когда сейчас я выхожу на сцену, очень волнительно был выход на основную сцену после ремонта. Это вот почему-то вообще просто до полууборочного состояния. 32 года на сцене. Таким стажем не каждый солист сможет похвастаться. Большой любовью Натальи стал еще в детстве. Услышав Владимира Атлантова в пиковой даме, решила, будет петь на этой сцене. Для меня это Большой театр, как живой организм, в котором прорастаешь корнями. И вот я начала постепенно, вот как растение сажаешь, молодое, оно постепенно пускает свои корни, пускает, пускает, разрастается, превращается уже в такой вот, уже 32 года я работаю в Большом театре. И как для меня театр, как любимый человек, с которым я делю и горе, и радость, и удача, и победы. Хор Большого театра – самый мощный певческий коллектив в России. 120 голосов первого сорта. У каждого способности солиста и слух дирижера. Это хоровики, которые не работают по специальности хорового дирижера, а приходят петь в хор. Это вокалисты, которые не стали солистами. Иногда это вообще люди, которые прошли только самодеятельность, но обладают хорошими вокальными данными. И вот из этой пестрой мозаики складывается практически любой профессиональный хор. Пока главная сцена была на реконструкции, театр не нуждался в многочисленном хоре. Большого прослушивания в коллективе не было 10 лет. Весной 2012-го главный хормейстер решил обогатить хор новыми голосами – молодыми и яркими. Идеальный вариант – это когда человек имеет хороший голос, имеет хорошее вокальное образование, имеет хорошее музыкальное образование в смысле учился в музыкальной школе, играл на каком-то инструменте, то есть обладает навыками читки с листа, хорошо знает нотную грамоту и вообще знает, что такое сольфеджио. Одной из тех, кто подходил под это описание, оказалась выпускница Академии славянской культуры Анна Самохина. Уже через несколько недель после кастинга она пела. Правда, не на сцене, а в оркестровой яме Большого театра. Такое тоже бывает, когда человеческие голоса становятся одним из инструментов оркестра. Когда я пришла на кастинг, в дверях столкнулась с Николаем Тискоридзе. Он разговаривает с телефона, там куда-то шел. Я подумала, что это добрый знак. Я его никогда вживую не видела. Когда был мой первый спектакль, я увидела на сцене Николая Тискоридзе. Анна признается, окончательно осознала, что произошло в ее певческой карьере лишь тогда, когда оказалась в свете софитов. Я вышла на середину и смотрю в зал. Думаю, хоть постоять. Вот так вот голова кружится первый раз. Впервые головокружение от сбывшейся мечты Анна испытала здесь, в Рязани, когда приехала из крошечного города Спаска, что за 300 километров от областного центра и поступила в музыкальное училище. Она немножко терялась в большом пространстве, в большом мегаполисе. Для нее, что Рязань тоже был большой город после небольшого усиления. Вот. Она терялась. И как только говоришь ей что-то, то-то, то-то, можно попробовать, она бы уж вально это хватала. Да, 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 да. И она хотела, она стремилась к этому. Ирина Михайловна вспоминает, как девочка из хора вдруг запела не хуже студентки вокального отделения. Аня, успех, прежде всего, это детство. Она всю жизнь в хоре. Вот то есть у нее, это уже, наверное, с молоком матери питалась о том, как правильно петь на хоре. На оркестровой репетиции младшим коллегам чуть не аплодируют артисты взрослого хора. Идеальная интонация, четкая дикция, стройный звук, неповторимый звонкий тембр, который могут дать только детские голоса. Партии для них есть почти в каждой опере и даже в балетах. Маше и Ане было 6,7 лет, когда мама привела их на прослушивание в детский коллектив Большого театра. Вначале я думала, что просто, чтобы детей где-то чем-то занимать, будем просто ходить. Но потом, когда они увидели, кто их окружает, они старались не пропускать ни одной репетиции. Это было так удивительно, когда мы вышли в оркестровую яму, там сидел большой оркестр, и мы такие маленькие там пели. Это было даже не на сцене, но все равно было очень страшно. Про таких детей принято сочувственно вздыхать. У них нет детства, вечной репетиции, перегрузки, волнения. Но сами юные артисты так и не считают. Большая сцена воспитала в них уважение к великой музыке и любовь к нелегкой профессии. Да нет, так основного желания нет, чтобы побегать где-то. А петь хорошо, вот нравится очень. Сейчас, например, когда у нас какие-то премьеры и новые концерты, в которых я еще не участвовала раньше, мы волнуемся, ну и все такое. А когда я была маленькая, я не волновалась и не боялась совсем. Я это воспринимала как игру и не воспринимала, что это так масштабно и классно. Мама артисток хора не скрывает. Ради карьеры дочек пожертвовала своей. Возила на репетиции, ждала после спектаклей и не жалеет. Я сама ничего в опере не понимала, теперь я все знаю. Я уже все изучила, я теперь понимаю, где хорошо, где плохо. И не сплю на опере, как некоторые бывают. Мария одна из претенденток на участие в молодежной оперной программе Большого театра. Этот механизм подъема на главную сцену страны, сделанной по образцу западных программ, но в соответствии с потребностями Русского национального театра, работает уже три года. Здесь есть все для этого. И прекрасный концертмейстер, и прекрасные педагоги, и возможность выходить на сцену в спектаклях Большого театра, что уже само по себе сбывшаяся мечта. Это модернизированная стажерская группа, рассказывает руководитель и главный педагог программы Дмитрий Вдовин. Хорошего как бы всегда мало. Всегда мало. Потому что талант редок. Но поэтому мы должны перелопатить большое-большое количество певцов, выслушать многих, десятки, сотни людей, для того, чтобы найти двух, трех, четырех человек, которых мы примем в программу. Отбор – жесточайший. Конкуренция международного масштаба. Плата за удачливость – гарантия выхода на большую сцену. Голос очень хрупкий, ненадежный инструмент. Ну, так же, как и ноги у танцовщиков, понимаете? Поэтому сегодня этот человек может быть на пике формы, прекрасно петь. Глядишь, прошло полгода, он там, не дай бог, заболел, или что-нибудь с ним случилось, голоса нет. И что же он будет нас радовать своим пением до пенсии? Это исключено. Главное требование к счастливчикам, прошедшим конкурс – не расслабляться. Работать над собой ежедневно, чтобы не упустить удачу. Певцы не нужны никому сейчас. Полные, маленькие, страшные, там, я не знаю, не нужны. Потому что это театр. Сейчас люди, прежде всего, воспринимают искусство глазами. Программа называется «Молодежный», потому что возраст ее участников от 20 до 35 лет. Но если речь идет о крупных голосах, а именно такие нужны большому театру, рамки могут раздвинуть. А дальше существует еще необходимый набор качеств, которые мы именовать не можем. Сюда входит и качество голоса, и его, так сказать, возможности, и физические данные. И, что очень важно, интеллектуальный уровень человека, чтобы с этим человеком возможно было иметь дело. Знаете, сколько певцов замечательных и даже талантливых, но с ними невозможно работать. Как-то много лишних обертонов. Вот хотелось бы эту каденцию спеть не так разрыхленно. Понимаешь, с чем я говорю? Много. Вот только последнюю ноту. Я вот это, я вот в конце вот этих восклицаний сделал бы больше мимо нот. Чо? 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 Вижны, вижны. Не забыву. Это не какая-то соубе «убьем настроение», а «молодость». Раз так можно от чувствия говорить? «Молодость, убьем, я люблю». Сделать, как будто люди в первый раз услышали текст. И сказали, боже, это же не только мотивчик красивый, это же текст потрясающий. Олег из Молдавии. Через два месяца учебы получил первую роль. Главную партию Зарастра в большой флейте Моцарта. Авдовин замечательный педагог. Действительно, таких я раньше не встречал в плане профессионализма, умения работать со студентами, добиваться каких-то невероятных успехов. Зарастра в большой флейте Моцарта. Но не каждый день услышишь такие ноты. Не каждый день. У хорошего вокалиста должно петь все тело. Для многих певцов основная проблема не взять высокие ноты, а наделить их смыслом. Я не знаю ни одного великого вокалиста, который был плохим актером. Я скорее знаю великих оперных артистов, как, например, Шаляпин, который может быть идеальными певцами, но за счет своего артистизма великого, или Каласа, который тоже не идеально пел, но из-за того, что это за энергетика какая-то, то они становились именно величайшими. Они не величайшие певцы или танцоры, но именно эти люди задают характер всему спектаклю. Мимический ансамбль подразделения, существующие только в большом. Мы адресно видим этот человек наш. Он сможет себе собрать все традиции коллектива, коллектива уже 80 лет, и показать себя на сцене именно так, не вот как, опять же, я тебя люблю, а сказать, я тебя люблю. Четыре года назад Юля пришла в мимический ансамбль, точнее, вернулась в Большой театр. На этой сцене она с десяти лет. Я поняла уже, что люди на протяжении своей жизни все ищут любимую профессию, и, к сожалению, не все могут ее найти. Не всем удается такой случай. Однажды, потеряв это, четыре года назад, когда я сказала, я бросаю, я поняла, что у меня есть любимая профессия. И осознав это, я поняла, что я это никогда не брошу. После реконструкции основной сцены коллектив Большого театра тоже обновился и помолодел. Но, выходя на эти подмостки, артисты несут ответственность за сохранение традиций, которые уже через несколько десятилетий будут связывать и с их именами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова